ПЭК-СТРИП. Нелюбимая дочь. Вопросы и ответы. Всем дочерям, ставшим на путь исцеления и идущим к свету, и моей любимой и единственной дочери посвящается. Я написала эту книгу, чтобы дать читателям и слушателям аудиоверсии информацию и мотивировать их. Однако при этом не являюсь ни психотерапевтом, ни психологом. Просим слушателей иметь в виду, что ни автор, ни издатель не оказывают психологической или любой другой профессиональной помощи. Принимая решения, влияющие на ваше здоровье, жизненно важный выбор и действия, следуйте рекомендациям своего психотерапевта или лечащего врача. Не выполняйте упражнения из аудиокниги, не проконсультировавшись со специалистами. Автор и издатель не несут никакой ответственности за советы, содержащиеся в аудиокниге. Все имена и отличительные признаки людей, давших интервью, были изменены, и любые совпадения с ныне живущими или покойными людьми случайны. Введение Об отрицательных сторонах социальных сетей говорится немало, и на то есть веские причины. Тем не менее, эта книга родилась из моего общения с буквально тысячами нелюбимых дочерей, пытавшихся осмыслить свою жизнь на страничках в Фейсбуке. Они делились личными наблюдениями и воспоминаниями и задавали вопросы. Итак, я решила написать для женщин, находящихся на долгом пути к исцелению, книгу ответов на вопросы, которые их преследуют, и на которые некому бывает ответить. Думаю, всем вам знакомы моменты, когда препятствия на пути кажутся непреодолимыми. Процесс исцеления невероятно медленным, и вы сомневаетесь, что когда-нибудь сможете дойти до финиша. Да и есть ли он вообще? Аудиокнига «Нелюбимая дочь. Вопросы и ответы» основана на данных научных исследований, содержит множество профессиональных рекомендаций и призвана помочь в тех случаях, когда поиск в Гугле ничего не дает. И вы не можете найти надежный источник информации или необходимый ответ. Она дополняет в мою книгу «Нелюбимая дочь. Как оставить в прошлом травматичные отношения с матерью и начать новую жизнь». И, надеюсь, станет вам хорошим подспорьем на трудном пути к исцелению. Возвращайтесь к ней в моменты, когда испытываете потребность в поддержке и разъяснениях. Или хотите задать вопрос самой себе. Значительную часть этих вопросов прислали мне читательницы, и моей целью стала ответить им и пролить свет на то, что для многих женщин остается в области смутных, неосознаваемых мыслей и страхов. Когда чувствуешь себя надломленной и одинокой, трудно делиться тем, что тебя тяготит, даже если в данный момент работаешь над собой, проходя курс психотерапии. А ведь немало нелюбимых дочерей идут по пути исцеления без всякой поддержки, отчасти потому, что на этот путь ложится тень стыда. Табу на обсуждение матерей, которые не любят и не поддерживают своих детей или активно отвергают и унижают их, мешают нелюбимым дочерям говорить о своих проблемах открыто. Они стыдятся своего положения, особенно если у них есть братья или сестры, к которым та же мать относилась иначе, которых она, казалось, даже любила. У многих есть супруги, любовники и друзья, попросту не понимающие, почему переживания детства продолжают влиять на этих женщин и в зрелом возрасте. Эта аудиокнига призвана облегчить переживания нелюбимых дочерей и научить без стеснения задавать подобные вопросы и искать подходящих людей, с которыми их можно обсудить. Если вы проходите курс психотерапии, вопросы из аудиокниги помогут выстроить взаимодействие с консультантом в нужном ключе. Помните, что вы не одиноки. Напротив, несмотря на мифы, вы находитесь в более многочисленной компании, чем пассажиры поезда Нью-Йоркской подземки. У 50-60% людей эмоциональные потребности в детстве удовлетворяются, и они вступают во взрослую жизнь готовыми преодолевать трудности, быть благополучными и строить счастливые отношения. Однако, и это простейшая арифметика, как быть с остальными 40-50%, чьи эмоциональные потребности игнорировались, вследствие чего у них сформировался ненадежный тип привязанности. Задумайтесь об этих цифрах. Если вы читали мою первую книгу «Нелюбимая дочь», уже знаете, о чем пойдет речь, но никогда не лишне повторить пройденное. Если же нет, я советую сначала прочитать первую книгу, иначе вторая окажется не так эффективна. Это не значит, что она не принесет вам пользы, но результат будет не таким, каким мог бы быть. В любом случае внимательно прослушайте следующий отрывок. Чтобы решить проблему, нужно сначала увидеть ее. Невозможно залечить невидимую рану. Невозможно иметь дело со своими эмоциями, если вы не вполне их осознаете, не в состоянии говорить о них и не отдаете себе отчета в том, что конкретно вы чувствуете. Невозможно также выработать стратегию действий, пока вы не поймете, с кем именно предстоит иметь дело. А это ваша мать и все члены семьи, в которой вы росли. Последствия трудного или токсичного детства многочисленные цепки, буквально как щупальца. Все это правда, но верно также и то, что выход существует. Аудиокнига «Нелюбимая дочь. Вопросы и ответы» задумана для того, чтобы помочь вам в поисках ясности и обретении перспективы. В нее вошли 110 вопросов и ответов, охватывающих широкий круг тем. Все мои ответы опираются на научные данные или мнения специалистов. В некоторых случаях единственного или четкого ответа не существует. И тогда я прямо говорю об этом. Поскольку я не психотерапевт и не психолог, ответы редко представляют мое собственное осуждение, кроме случаев, когда опираются на личный опыт, мой и многих других женщин. Такие ответы мнения обозначены как житейские и ненаучные. Я не особенно склонна к созерцанию и поискам истины, что подтвердят все мои знакомые. Но иногда написанный черным по белому вопрос убеждает в верности избранного пути. И вместе с тем будоражит мысль больше, чем готовый ответ. Нашей культуре свойственно придавать больше значения ответам, а не вопросам, но я убеждена, что с точки зрения интеллекта и чувств это неверно. Одной из самых влиятельных научных работ из прочитанных мною в последнее время было исследование аффирмаций и степени их эффективности. Аффирмации составляют основное содержание книг жанра «помоги себе сам», к которому относится и это. Но я никогда не понимала и не любила их. Мне они совершенно не помогали, и я, честно говоря, не представляла, как может быть иначе. Пока одна редактор, молодая, продвинутая и, надо отметить, очень приятная, не сказала, что я должна включить их в свою новую книгу. Если редактор велит вам что-то сделать, вы идете и делаете. Она, правда, нашла предложенные мной аффирмации ужасными. Боюсь, я не вполне понимала, что от меня требуется. И написала собственные. Ей, и, вероятно, не только ей, казалось, что они очень полезны. Ученые, однако, доказали, что аффирмации не стимулируют мозг и не побуждают нас к действию. Можно всю жизнь каждодневно сидеть перед зеркалом, без конца повторяя «Сегодня я себя полюблю». И ничего не произойдет. Можно прилепить бумажку с этой фразой на зеркало или холодильник и повторять, и получить тот же результат, нулевой. Если же вместо этого вы зададите себе вопрос, полюблю ли я себя сегодня, мозг начнет размышлять, что это означает, и что вы могли бы сделать или сказать, чтобы принять саму себя и меньше заниматься самобичеванием, или хотя бы отнестись к себе добрее, чем вчера. Этот вопрос, в отличие от аффирмации, заставит вас задуматься, что это такое – любить себя. Возможно, это значит сегодня вечером заказать доставку еды вместо того, чтобы стоять у плиты, потому что сегодня четверг, а неделя выдалась трудная. Может быть, любить себя – это купить букет маргариток, или просто позволить себе не изводиться тревогами хотя бы 24 часа. Хотите себя мотивировать? Спросите себя. Я смогу? Я считаю, что вопросы в этой аудиокниге не менее важны, чем ответы, и призываю вас использовать их как отправную точку для собственных размышлений. Это способствует осознанию и пониманию себя. Каков самый верный путь к исцелению? Поставить под сомнение привычные взгляды и реакции.